всем привет меня спрашивали по поводу расписания в нашей школе столько вопросов по поводу школы я даже удивительно для меня не успевает даже отвечать на все вопросы стараюсь запоминать что еще спрашивали постараюсь ответить на все так вот один из вопросов в отношении расписания во сколько в какое время начинается учебный год какой заканчивается и расписание в течение недели начну с расписания учебного года начала учебного года и окончания учебного года у нас 2016 2017 год вот повторюсь кстати что каждый год и в каждой конкретной школе разное расписание в разное время начинается учебный год в разные дни августа ну может быть у кого-то и начале сентября я сомневаюсь но по-моему у всех начинается во всех школах в августе он просто в разное число так и у нас например смотрите август мы начали обучение 29 августа заканчивается школа у нас отсвечивать немножко 16 июня последний день 16 июня вот получается каникулы у нас 17 июня по 28 августа летом то есть практически два до два с половиной месяца 16 июня по 28 августа два с половиной месяца летом они отдыхают и идут школы в конце августа ну не знаю можно следующий год немножко может другой будет расписание наверное всегда так примерно они стараются с понедельника начать учиться то есть не приурочивает какому-то конкретному дню так как у нас например 1 сентября сентября 1 сентября неважно это понедельник вторник среда они начинают все с первого сентября но только что если это не воскресенье я думаю что если воскресенье то переносится вот здесь у нас указаны праздники перерывы там и важные даты вот у нас 4 июля отдыхаем 29 августа это написано что первый день и для студентов сентябрь 5 тоже праздничный день это labor day это будет скоро у нас 5 сентября через четыре дня не мы не будем учиться кстати может кто-то не знает но вряд ли но если все-таки есть такие кто не знает но я уточню здесь календарь видите с начинается с воскресенье сандей то есть не как у нас с понедельника а с воскресенье поэтому у нас стоит вот здесь выходной и здесь выходной суббота воскресенье так вот дальше 11 ноября они не учатся день ветеранов ноябре с 21 по 25 у них день благодарения это получается 4 аж дня они не будут учиться в декабре 19 по 2 января это будет зимний перерыв то есть каникулы в ноябре значит каникулы с декабря 19 по январь тоже это зимние каникулы в январе 16 какой-то мартин лютер кинг дэй в феврале 20 один день будут отдыхать я уж не буду себе перечислять в феврале еще 21 22 по 24 тоже какие-то получается три дня праздничные какие-то дни и вот каникулы 3 в апреле с 10 по 14 трое каникул кроме не считая вот этих праздничных дней еще тут по несколько дней есть осенью зимой и весной как у нас 3 3 раза у них каникулы в мае 29 мемориал дэй день памяти так 16 июня это последний день в школе написано и 16 июня последний день для учителей вот такое расписание вот здесь все нам выдали когда чего все 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 понятно все доступно мы повесили на холодильник и смотрим когда у них выходной день чтоб сильно учителей не напрягать ну как бы нам все наглядно видно видите вот это все праздники и выходные под звездочками тоже что-то тут не вижу звездочки что-то как-то темновато а вот employee holiday выходные employee это вообще-то рабочая работа работник выходной the t буква это teacher workday то есть работа учителя то есть учителя работают в этот день может быть можно подойти к учителю вот видите допустим в августе можно было подойти к учителю он работает хоть дети и не учатся есть какие-то еще буквы и и ну в общем этот как бы разобраться не сложно все видно наглядно дальше пойдем не будем долго заострять на это внимание 2016 2017 день год ничем с понедельника вернее нет понедельник вторник четверг и пятница у них вот такое расписание в среду у них другое расписание немножечко другое немного отличается то есть они могут в 7.45 уже прийти в школу и оставаться там минут 15 за ними будут следить специальный человек там люди которые за ними смотрят и в 7.57 у них как бы начинается уже такой учебный день они там построение линейка сейчас пока у них ничего этого нету малышни то у нашей у нас Ева кто первый раз смотрит это видео Ева наша дочка пошла в киндергартен то есть это не первый класс это подготовительный класс у них там все еще в игровой форме и нет такой сильной нагрузки и вот поэтому еще они учатся видите пока еще вот по двумя звездочками их нужно забирать в 12.40 в эти дни в среду в 12.30 мы ее забираем но вот звездочки видите начиная с 10 октября то есть забрать детей можно будет в 2.30 каждый день то есть они уже будут учиться чуть-чуть дольше на 2 часа не чуть-чуть а подольше на 2 часа сейчас пока у них такая адаптация идет еще привыкание к школе и они учатся поменьше не так долго до 12.30 ну и здесь написано что там начинается школа 8 часов в 10 с 10 до 10.15 у них перерыв то есть у них так кстати я вам говорю то один то два то три перерыва они перекусывают часто вот ланч с 11.45 до 12.30 это обед такой полноценный у них кроме перекусов вот а в среду у них всегда вся школа учится до 12.30 независимо какой то есть как привыкают не привыкают они в среду у них короткий день 12.30 все классы заканчивают с первого там по какой то по четвертый что ли ой с первого по шестой видите вот здесь вернее из киндергартен по 6 класс учатся в elementary school дальше они уже переходят в middle school в среднюю школу вот такое расписание у нас начинают с 8 утра но можно привести 7.45 это в нашей школе может быть в других как-то по-другому я смотрела у Светы там в 9 часов по-моему начинают у нас пораньше вот такой дали нам такой листочек будет уже день когда можно сфотографироваться picture day это будет Tuesday 6 сентября можно будет сфотографироваться написано улыбайтесь сейчас платите позже то есть какие-то красивые свои наряды платье наденьте не надо приносить деньги в picture day то есть в день когда будут фотографировать детей вот потом через неделю можно проверить и выбрать из из предложенных как бы вариантов можно будет выбрать фотографию и хочешь ты ее допустим взять то ты и заплатишь за нее как там дальше наверное когда ты будешь выбирать там будет предложена оплата думаю можно будет карты расплатиться за эту фотографию заказать и просто в школе и потом забрать ну вот собственно и все о нашем расписании если есть какие-то еще вопросы задавайте я постараюсь коротко на них отвечать хотя коротко видите не получается начинаешь развивать тему и 10 минут опять наболтала ладненько все всем пока пока всем хорошее настроение всем хорошего хорошей учебы вашим детям хорошего учебного года и чтобы он так с легкостью и с радостью прошел интересно главное все пока пока